Всем привет, друзья! Вы, если давно со мной, то знаете, что я больше люблю маринованную капусту, и ссылочку на нее я оставлю в описании под видео. Но если уж готовлю квашеную капусту, то готовлю ее только по этому быстрому рецепту. Капусточка получается очень сочная, вкусная и хрустящая. Для начала нам нужно очень тонко нашинковать капусту. Я приспособила вот такой вот ножик для капусты. Можно использовать секатор или специальная терка, которая для капусты. На вот такие вот тоненькие и желательно длинные нарезанные ломтики капусты. Также сюда на терке по-корейски натираю морковь. Не обязательно такими длинными, можно просто на крупную терку потереть. Это вообще не принципиально. Теперь буду брать трехлитровую банку, мне так удобнее всего. Сразу в эту банку отправляю по несколько горошин душистого и черного перца. Так наша капуста будет пряной и ароматной. Два лавровых листочка на трехлитровую банку. И теперь будем мариновать нашу капусту. Либо засаливать, как это правильно вам угодно. Сразу же сюда добавляю соль и сахар. Сахар берем ложку с горкой, а соль практически без горки берем на 2-х килограммовый качан капусты. Добавляем сюда воду. Благодаря воде капуста у нас быстрее заиграет, быстрее заквасится и не надо ей долго-долго стоять. Если вы делаете капусту на несколько месяцев прок, делайте по обычному сухому рецепту, без воды. Если вы хотите быстрый рецепт, то тогда используйте воду. Также я буду использовать вот такое вот кисленькое яблочко, которое я порезала небольшими маленькими кубиками. И теперь складываю, трамбую трехлитровую банку, чередуя капусту вместе с яблочками. Благодаря яблокам у нас будет непревзойденный вот такой интересный аромат капусты. Трамбуем либо кулачком, если он у вас пролазит, если нет, то берем толкушку для картофеля и просто притрамбовываем нашу капусту. Оставляем ее на полтора-двое суток при комнатной температуре. Каждый день раза два или три протыкаем до самого дна, чем-то удобным. У меня это деревянная лопатка. Протыкаем, посмотрите, выходит углекислый газ из капусты. Если вы этого делать не будете, капуста у вас перебродит и будет с неприятным привкусом и, возможно, внизу с горчинкой. После этого отправляем капусту в холодильник и когда она уже остынет, ее можно кушать. Она получается очень хрустящая и очень вкусная. Всем моим родным очень нравится такая капуста. Пробуйте этот рецепт, это невероятно вкусно. С вами, как всегда, был Кекс. Не забывайте пальцы вверх. До новых встреч, пока-пока! Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok